Друзья, всем привет! Вы на канале АМФ Филмс. Выпускники идут кататься на водных горках, но те оказываются смертельными, кто бы сомневался, ловушками. У микрофона Марк, и это пересказ кинофильма, пункт назначения, аквапарк. Брэд – молодой спасатель в аквапарке. Однажды ночью он приводит свою подружку Синди на работу. Молодой человек надеется впечатлить девушку этой ночью. Их интим нарушает внезапно появившийся мужчина. Он сталкивает Брэда с платформы, и тут разбивается насмерть. После маньяк принимается за девушку. Он расчленяет несчастную жертву. Выпускники школы Вилли Хиллс собираются праздновать окончание учебы. Элис, глава комитета выпускников, объявляет, что они останутся там до конца выходных. Молодые люди просто в восторге. Джош вместе с друзьями Чадом и Слимом готовятся к выступлению. У них своя группа. Осматривая сцену, они знакомятся со смотрителем аквапарка Конрадом. Тем временем, многие девушки присоединяются к ежегодной автомойке в парке. Два победителя получат приз. Поездку в Россию, эээ, в Европу. Мероприятие возглавляет Присцилла. Томми обеспокоен тем, что не может найти свою девушку Ким. Он пытается выяснить местонахождение подружки у Присциллы, но та его просто прогоняет. Ким – бывшая девушка Джоша. Она работает в аквапарке. Томми находит ее, когда она беззаботно болтает с Джошем. Майк – отец Джоша. Сын отправляет ему голосовое сообщение. Он приглашает отца посетить их тусовку в аквапарке. Двое студентов приносят с собой на горку бутылки алкоголя. Один парень скатывается, и бутылка разбивается о его голову. Сотрудники вызывают скорую и закрывают горку, ведь в воде полно осколков. Элис вместе с подружками балуется запрещенными веществами. Ее бойфренд Пол не может присоединиться к веселью. Он работает в аквапарке, и именно ему необходимо устранять последствия после разбитой в воде бутылки. Вечером Слим и Чат просят Томми помочь им с оборудованием. Они намеренно увлекают парня, чтобы Джош мог уединиться с Ким. Майк ужинает с присылой. Мужчину не смущает то, что девушка замужем. Ее муж – Пол. Пара прекрасно проводит время, а затем отправляется в аквапарк, чтобы посетить выступление Джоша. Во время концерта Фил делает массовую рассылку, и все получают видео. На нем Джош и Ким занимаются… ну, вы поняли, чем. Разъяренный Томми поднимается на сцену. Парень избивает музыканта и, забрав с собой Ким, покидает вечеринку. Присцилла случайно подслушивает разговор Пола и Элис. Она понимает, что муж уже несколько месяцев ей изменяет. Расстроенная девушка покидает вечеринку. Майк разговаривает с сыном. Джош обижен, ведь отец просто смотрел, как его избивают. Майк делится своими планами. Он планирует выкупить этот аквапарк. Элис, подслушав этот разговор, отправляется к Полу. Между любовниками разгорается ссора, и девушка уходит, хлопнув дверью. Ночью, неизвестный, сверлит одну из горок и устанавливает два больших лезвия. Утром Майк со стороны наблюдает за происходящим в аквапарке. Сзади подкрадывается неизвестный с пистолетом. Он стреляет мужчине в ногу. Майк пытается спрятаться от убийцы и открывать дверь одной из подсобок. Там он видит тела Синди и Брэда. Мужчина издает последний крик. Прежде, чем неизвестный, стреляет ему в голову. Томми уволились с работы. Ким ушла от него. Он пытается связаться с ней, но девушка не отвечает. Сидя в своей машине, он встречает Конрада. Бывалый мужчина пытается уверить парня, что всё поправимо. И ничего страшного не случилось. Но молодой человек слишком подавлен, чтобы слушать чьи-то советы. Конрад уходит готовиться к открытию аквапарка. Присцилла сообщает Полу, что уходит от него. Студенты принимают это самое и готовятся к сумасшедшим водным спускам. Элис собирает команду, чтобы надрать задницу парням. Пол обеспокоен тем, что спасателей Брэда и Синди нет на месте. Несмотря на это, парк открывается. Присцилла объявляет о начале соревнований и демонстрирует кубок за победу. Томми присоединяется к выпускникам, чтобы поквитаться с Джоши. Он замечает, что одна из горок протекает и находит пластиковую стружку в траве. Парень пытается предупредить студентов, но они просто проходят мимо. Пол объясняет правила заездов. Три команды по три человека должны держаться друг за друга неотрывно. Побеждает та команда, которая первая спустится в бассейн. Главный приз – 500 долларов. Слимы нигде нет, поэтому к команде Джоша и Чада присоединяется Ким. Пол дает сигнал стартовым пистолетам, но прибежавший Томми просит его остановить соревнования. Он показывает найденную стружку и уверяет, что в горке дыра. Пол и Присцилла отмахиваются от Томми и пускают команды на старт. Беззаботные подростки начинают спуск. Томми пытается отговорить оставшихся наверху людей. Фил толкает его, и тот падает на одну из горок. Присцилла связывается с Конрадом по рации. Он дежурит внизу и должен дать разрешение на следующий заезд. Команда Элис едет по дорожке, где установлены лезвия. Она сидит первой и девушку разрезает на несколько частей. Сидящая за ней девушка также упирается в лезвие и погибает. Команда Джоша, Чада и Ким спускаются первой. Участники и зрители приходят в ужас, когда видят, как из соседней дорожки вытекает кровавая вода и части тела. Бассейн превращается в кровавое месиво. Джош пытается взобраться по горке наверх, чтобы понять, что там внутри произошло. Конрад теряет сознание и роняет рацию. Упав, он травмирует ногу. Третья девушка из команды Элис еще жива. От лезвий ее отделяет труп, сидящий перед ней подруги. Она пытается отползти назад, но поток воды, льющийся сверху, не дает ей этого сделать. Томик, к несчастью, упал именно в эту трубу. Парень всеми силами пытается затормозить, цепляясь за края бортов. Его все же сносит потоком, и он упирается в лезвие руками. Девушки, сидящие перед ним, мертвы. Джош все еще безуспешно пытается подняться вверх по трубе. Ким, стоящая в кровавом бассейне, впадает в дикий ужас и панику. Конрад с трудом добирается до рации, чтобы отменить все спуски. Но рация Пресциллы барахлит, и девушка не понимает, что ей сообщают. Одна из участниц в последний момент отказывается съезжать, и тогда Пресцилла предлагает Полу принять участие в гонке в качестве соперников. После недолгих уговоров мужчина соглашается. Томми с трудом удерживается, его рука сильно кровоточит, но парень продолжает бороться за свою жизнь. Новые команды стартуют сверху. Джошу удается взобраться наверх по арматурам. Он пытается помочь выбраться из горки Полу, который в последний момент отцепился от команды и передумал ехать. Команда Филы и Пресциллы заканчивает спуск и видит кровавый бассейн с частями тела. Команда девушек толкает упирающегося Томми и ему отрубает голову. Конрад просит Ким перекрыть воду, которая подается на горки. Девушка спешит в подсобные помещения. Она подскальзывается на луже крови и падает рядом с трупом Майка. Увидев остальные трупы, Ким охватывает дикий ужас. Джошу не удается вытащить Полу, и тот падает вниз. Молодой человек спешит наверх, где еще находятся люди, ожидающие своего спуска. Он кричит об опасности, но один из парней лишь ухмыляется и прыгает в трубу. Конрад также пытается предупредить студентов об опасности, но группа за группой продолжают съезды. Парни наверху бросают в трубу Джоша и Конрада. Некоторое время спустя... Джош и Ким сидят перед адвокатом. Мужчина сообщает, что отец парня оставил ему на следство целое состояние. Прежде чем оформлять документы, адвокат просит Джоша поставить подпись на документах по строительству. Его отец хотел построить торговый центр на месте злочастного аквапарка. Убитый горем Джош подписывает бумаги. После адвокат вручает парню чек. Сумма очень внушительная – 20 миллионов долларов. Джош передает его сидящей рядом женщине. Она снимает свои очки, и мы понимаем, что это присцила. Она обнимает юношу и уверяет, что он ни в чем не виноват. Сама же лукаво улыбается. Она вспоминает, как много лет назад они вместе с отцом катались на этих горках. Он погиб, потому что спасатель Майк был слишком занят молоденькой подружкой. Тогда юная присцила решила, что отомстит любой ценой. Даже ценой жизни других людей. А, стоп, это конец. Опять конец? Вот так вот быстро опять конец? Ой, по-моему, в этом фильме от пункта назначения настоящего классического одно только название. Пункт назначения. Потому что остальное все – это бред придятина. В общем, сюжет сделан на коленке. А хотели выехать за счет классического названия. Не вышло. Друзья, огромное спасибо за просмотр. Как всегда, подписываемся на канал, а также в Телеграм и ВК, если хотите. Ставьте большие пальцы вверх и пишите комментарии. Куда без них. Тем более сейчас. Будьте в хорошем настроении. Будьте с АМФ Фильмс. Мирова и добра.